Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Есть молодой человек, вместе почти два года. Год назад мы каждый день сильно ссорились и расставались по его инициативе. И вновь обратно сходились. Сейчас ссор почти нет, говорит, точнее намекает, что ему снится. То, что я его брошу, и он этого боится, поскольку часто спрашивают, ты меня не бросишь, ты меня любишь, надеюсь, любишь. Я начала задумываться, нужны ли мне отношения вообще. Так как в основном вся эта боль, которая была от всех дальнейших, причиняла мне сильную боль. Ну тут, видимо, не некоторая ошибка. Я вроде бы до сих пор злюсь на него за этот период и не знаю, что мне делать, как мне быть. Я его люблю, это даже без исключений, но не знаю, что мне делать. Вроде бы и хочется бы, как у всех людей, с другой стороны, это моя жизнь, я её должна прожить. Ну, вы знаете, здесь вы говорите про обиды. В первую очередь нашего молодого человека. И обиды, в принципе, история вполне естественная. История вполне нормальная. Вот. Ну, потому что конфликты, ссоры, да. Как бы... И остаётся после этого всегда отсадок определённый. А если это не проговаривать, вот, если, ну, не отпускать, то, соответственно, как бы это всё остаётся. Вот. И, соответственно, на мой взгляд, первое, что вам нужно сделать, это вместе с молодым человеком обратиться на семейную консультацию для того, чтобы обговорить все обиды. Вот. Выговориться. Вот. Это поможет вам несколько лучше друг друга узнать. Тем более, что, судя по описанию, я бы предположил, предположил бы, что, возможно, молодой человек ссорился с вами и расставался, именно потому, что не уверен в себе. Вот. Дальше идём. Вы пишите о том, что, значит, вы ссорились, расставались и сходились, да. Из-за чего были ссоры, из-за чего были конфликты и каким образом происходило схождение. Вот. По каким причинам ссоры закончились? Тоже очень важный момент. Потому что всё это вы описываете как некий процесс, который, в общем-то, от вас особо не зависит. Да? То есть, вот, обратите внимание, как вы об этом говорите. Я не думаю, что это та самая позиция, которая ведёт вас к конструктиву. Да? Потому что, ну, такое ощущение, что всё это происходит в отрыве с вас. То есть, всё это как будто бы вот от вас не зависит вообще. Понимаете, да? Вот. Это, наверное, самое здесь тревожное и самое, наверное, грустное. Потому что такое ощущение, что вы вообще своей жизнью не управляете. Вот. Соответственно, это вот то, на что бы я в первую очередь обратил ваше внимание. Как минимум. Как минимум. Дальше. Дальше. Вы начали задумываться на деле мне отношения вообще. Да? Вот. Что навело вас на эту мысль? На мой взгляд, на эту мысль вас навело именно то, что молодой человек начал так себя вести. То есть, как бы, показывать, что он вас нуждается и тем самым уменьшает свою ценность для вас. Вот. Довольно часто так бывает. Ну, довольно часто такая история происходит. Это называется игра в догонялки. Вот. Когда у людей есть страх сближаться, когда люди боятся сближаться. Вот. Часто возникает такая вот история. Да? Я бы здесь рекомендовал бы вам изучить психологическую игру скандал. В первую очередь. Потому что это самое главное здесь. Вот. И дальше вот немножечко более подробно разобраться в себе. Да? Дальше. Вы пишите, что боль от ссор была сильной. Что это за боль? Более чего? Вот. Это важно. Важно в этом разобраться, потому что пока что, сейчас, вы как бы не опускаетесь глубже. То есть, вы как-то вот на поверхности присутствуете. Но не опускайтесь как бы ниже. Вот. А очень важно погрузиться глубже в то, что происходит с вами. Вот. То есть, как бы, ну, надеюсь, что этот момент вам понятен. Ну, максимально. Вот. Дальше. Значит. Я его люблю. Вот. Хочется, чтобы было как у всех людей. Ну, вот тоже довольно интересный момент. Вам хочется быть этим человеком в целом. Или вам хочется, чтобы было как у всех людей. Потому что это не одно и то же. На мой взгляд, по крайней мере. Это не одно и то же. Совершенно. Вот. Ммм. Поэтому тут, тут я предлагаю вам подумать несколько. Что для вас важнее. Да? Вот. Для вас важнее. Обожение быть, эм, эм, с человеком. Вообще. Или для вас важнее, чтобы было как у всех. Вот, но это не одно и то же, как мне кажется. Вот примерно такой ответ я мог бы вам дать с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Достаточно легко можно разрешить ваши вопросы на семейной, ну, консультации или для пары, вот, где вы всё это проговорите, да, где вы всё это, как бы, озвучите, вот, и, соответственно, это уже будет более понятно, вот, ну, по крайней мере, сейчас. Вот, вот так вот, на этом всё, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего всего самого доброго и удачи!